За последние годы накопились истории разных людей про сны о прошлых воплощениях, из которых можно кое-что узнать интересное. Прежде чем я начну рассказывать истории, стоит отделить сны физиологические от воспоминаний и сознательной деятельности во снах. Физиологический сон строится на подсознательных эмоциях, которые человек испытывает в процессе проживания жизни. Если сны хаотичны, это значит, что у человека нет контроля над эмоциями и они диктуют ему поступки. Пугающий сюжет сна сообщает человеку о его подсознательном страхе, который порождается неопределенностью, возможностью угрозы или просто психологической накруткой на пустом месте. Ну и все то же самое относительно других эмоций. Плюс воздействие энергетических паразитов, пытающихся захватить сознание во время сна. Это отдельная большая тема. А известное толкование снов – это просто троллинг населения. Настоящий смысл снов прост и понятен напрямую для каждого человека. Нужно только дойти до этого понимания, уделив немного времени. Другой вид снов – это сложные повторяющиеся сюжеты. Какие могут быть варианты? Воспоминания из прошлых жизней – это регрессивный опыт только во сне, либо запланированные еще до рождения будущие события. Их мы тоже можем считывать во снах. У меня лично был период, когда я занимался осознанными сновидениями, запоминал частично в короткий момент выхода из сна, то во время сна я посещал какие-то тренинги с людьми, мне незнакомыми по этой жизни, но хорошо знакомыми на той стороне. Также были тренинги во снах со знакомыми людьми. Разумеется, они этого не помнили? Я спрашивал. Зато были такие, которые рассказывали о моих посещениях для психологической поддержки, о которых уже не помнил я. Если почитать Майкла Ньютона, там люди рассказывают, в каких вариациях может инкарнировать одна сущность, то есть варианты разделения души на несколько частей. Это можно воплотиться в двух, трех и более тел в разных местах планеты, чтобы получить сразу несколько таких уроков одновременно. Воплощаться можно в людей разного пола и возраста, и возможно не только на земле или в одной реальности. Ну и понятно, если мы воплощены сразу в несколько человек, то возможно во снах мы можем видеть сюжеты из их жизни. В общем, есть варианты получать информацию в сновидениях, о которых мы даже не догадываемся в силу своей ограниченности в этом состоянии, которое мы называем бодрствование. Вначале три истории из личного опыта. Мой друг Игорь еще лет 15 назад рассказывал, что всю его юность и молодость ему снились такие сны. Он находится в огромном храме. Колонны, двери, арочные своды, люди, одетые в одежды, похожие на одежду, священнослужители. Но это были не просто рясы, а одеяния эти имели функциональное значение обслуживающего персонала. И вот он ощущает какую-то готовность, раздается гул, все начинает дрожать, он пугается, но храм не разрушается и люди никуда не бегут. И он видит, как эта громада отрывается от земли и величественно взлетает. Он стоит в храме. Ощущение страха и восторга. Каждый раз сны немного разные. Все повторяется, но не в точности. Теперь он уже стоит на земле и в священном трепете наблюдает, как многоэтажный храм с колоннами, куполами и прочей отделкой взлетает. А поодаль еще один. И еще. Земля трясется. Подробности расспросить не получилось, он больше помнит эмоцию, в тонкости не вдавался, поскольку сам не представлял, как к этому относиться. Это же бред, дома летают, да кому такое расскажешь. Эти сны прекратились к старшим классам. Ну и надо понимать, что в 80-е годы не было никакой фантастики с подобным сюжетом. Сейчас мы можем в картинках набрать по поиску ступа и долго вдумчиво рассматривать варианты летательных аппаратов и сказки о Бабе-Яге. И даже увидеть, как выглядели космодромы того времени. Многие строения не имеют входа. Я предполагаю, что во многих случаях летательные аппараты не пускали на переплавку, а просто обкладывали кирпичом, чтобы выдать его в будущем за ритуальное строение. А вот другая история. Моему сыну было 6 лет, сидит, играет в игрушки, я с ним перекинулся парой фраз. Не помню, как я его намысленно толкнул, но он вдруг стал рассказывать, как летал на космическом корабле. Я его стал закидывать наводящими вопросами, и тогда он короткими фразами рассказал историю, что он был пилотом космического корабля. Корабль имел форму абсолютно черного куба огромных размеров. Они перевозили то ли колонистов на другие земли, то ли выполняли роль рейсовых перевозчиков. Но людей перевозили очень много. На вопрос, куда они прилетели, он ответил просто – никуда. Корабль потерпел катастрофу, и все погибли. «И ты тоже погиб?» – спрашиваю. «Да, все погибли», – отвечает. Я ошеломленный пошел заниматься домашними делами, хожу такой перевариваю, покурить вышел, а в голове набралась масса вопросов. Через некоторое время подошел кое-что уточнить, вопрос задаю. А сын уже даже не понимает, о чем это я. Я ему говорю, ну корабль, черный куб, на котором ты был пилотом. А он такой смотрит на меня круглыми глазами и отвечает, я не знаю. То есть Чики переключился на игрушки, было воспоминание и исчезло. Ну вот так у нас мозг и работает, и кто понаблюдательнее, тот замечает, как многим взрослым трудно сосредоточиться на одной мысли, и сознание скачет от одной темы к другой, напрочь забывая, о чем только что разговаривал. Что уж там говорить о ребенке. Еще история. Как-то я своей подруге, в будущем, жене, решил полечить голову. Сейчас, говорю, исправим это досадное недоразумение. А сам думаю, ну получится, хорошо, не получится и ладно. Только начал руками водить, и она вдруг вошла в транс и стала вещать про какое-то дерево жизни. Я тогда понятия не имел, о чем речь. Я стал расспрашивать, что это еще за дерево. Она поясняет, рассказывает, откуда растут корни и куда уходит крона. Глаза закрыты. Я понял, что она в трансе, потому что баловался гипнозом еще в старших классах и распознал состояние загипнотизированного. Затем она рассказала немного о прошлой жизни, про Великую Отечественную войну, ее там убили. Потом про предыдущую жизнь, про то, как она была то ли астрологом, то ли алхимиком, мужчиной. Жил он в Петербурге. Очень поэтично рассказала про безумно красивый падающий снег. Зимний день, какое-то особое состояние тоски, потому что его должны были казнить за то, что он занимался колдовством, ну или магией. Потом она переключилась на царскую семью и какого-то тайного приближенного, о сложных взаимоотношениях его и царской семьи, о мистических событиях того времени и то, что этот человек владел магией. Я даже не понял, что речь-то шла о Распутине, поскольку толком о нем ничего не знал, кроме фамилии. Это уже потом я начал интересоваться тем периодом в истории России и смог сопоставить рассказ. Она в то время тоже ничего про Распутина и не знала. Я тогда ничего не знал о регрессиях и воспоминаниях о прошлых жизнях. Поэтому сам находился в состоянии ступора, задавая дурацкие вопросы. Потом я наконец додумался вывести ее из транса, типа на счет три ты проснешься, раз, два, три. Она проснулась, голова не болит, все замечательно, но ничего не помнит. Я давай ей рассказывать, она не верит, мол, такого быть не может, ты меня разыгрываешь. Говорит, понятия не имею, что еще за дерево жизни, какой царь и что там за мужик в Питере звездочет. В общем, я с тех пор голову ей пытаться лечить бросил, но как-то до меня дошло, что будучи природным экстрасенсом, она категорически отказывается делать хоть что-то, связанное с магией. И, видимо, неспроста. Перед смертью звездочет твердо отказался во веки вечное заниматься любой магической практикой. За это, видимо, и поплатился своей жизнью. Виктор Алешкин. Сегодня моей жене опять снился сон о том, что была война и наши летные средства были сбиты пришельцами. А потом тарелки сели возле домов и людям приказали собрать все вещи, инопланетяне заходили в каждую квартиру и всех забирали. Прямо семьями, потом жили в специальных помещениях. Очень компактно. Она помнит этот страх, что их непонятно куда забирают. Помнит матовые корпуса тарелок, выглядели они как люди-гуманоиды. Только бесчувственные, холодные голоса. От себя добавлю, что возможно это роботы или андроиды. Все это похоже на принудительное переселение. А мне самому в детстве снилась неоднократно ядерная война. Насколько я спрашивал у своих друзей, некоторым тоже снилось. Помню, что наши самолеты переходили на сверхзвуковую скорость прямо над городами. Видел, как на горизонте вырастали ядерные грибы. Потом в другом сне, как мы бежали лесами, холмами, обходили города, так как знали, что они захвачены. И этот страх, что это нечто чуждое, нечеловеческое. Еще в городах были тарелки типа радаров, большие по 10 метров в диаметре, а все города были пустыми, то есть за людьми охотились. В итоге в каждом этом сне я сгорал в ядерном взрыве, так как бомбардировка была не сразу, а поэтапно по городам. То есть люди, бежав из одного города, попадая в другой, все равно гибли. Что интересно, я тогда учился в школе и не понимал, что это за сны. Но ходил будил маму и говорил, что война, что сейчас будут нас бомбить, что уже летят самолеты, просыпался среди ночи. Я думаю, что во снах антураж окружения осознание берет из того, что ему доступно, но сны очень сильные, яркие, эмоциональные. Потом полегчало, эти сны перестали сниться после школы. Конечно, это можно списать на причуды сознания, но на тот момент я не смотрел такого рода фантастику. Снились практически одинаковые сны не раз и очень уж реалистично. Даже когда просыпался, в носу был запах статического электричества. Ну что тут сказать, это согласовывается с переселением на Землю после катаклизма 18-19 веков. Возможно, вот так все и выглядело. Либо это видение из какого-нибудь параллельного мира, в котором эта ядерная война произошла. Или так визуализировался страх ядерной войны, когда его нагоняли в СССР. Написала Анжелина Стар. «Сегодня приснился сон, что я работаю в прачечной поезда 17-18 века. Во сне, пользуясь служебным положением, я пошла гулять по этому поезду. Заходила в каюты, номера. Все было такое дорогое и качественное. И там у них была техника такая, как видеокамера, но не современная, а старинная. Очень красивые одежды и предметы обихода». Да, действительно, сохранилось множество фотографий этих шикарных поездов того времени. Написал Виктор. «Несколько раз видел сны, как над землей появлялись армады инопланетных кораблей разного размера и формы. Все они не только бомбили, сколько бились между собой. Яркость снов была потрясающая. Длительность не очень большая, заканчивалась всегда тем, что я смотрел на это на панику на земле. И в итоге какой-нибудь из подбитых кораблей с пикированием падал на меня. Всякий раз пытался убежать, спрятаться, но не удавалось. Слишком большие эти корабли были. Накрывали большую площадь. Цвет у всех примерно одинаковый серебристый. Множество бортовых огней. Некоторые напоминали огромные самолеты, от которых отпочковывались малые аппараты стаями. Эта битва выглядит настолько эпохально, что хочется смотреть, не убегая, как в отличном кино. Сны были невероятно яркими. Написал Кан. «Мне в детстве часто снились сны про солнце, что их два на небе и одно из них раскалывается пополам. Сны из серии весьма реалистичных. Такое ощущение, что это генетическая память от древних предков. Мне интересно, многим ли такое снится». Марина Силова. «Мне снилось, что луна падала на землю». И тоже из серии реалистичных. Это было много лет назад, когда о падении луны на землю еще даже не было и речи. Виктор Миранчук. «Мне тоже всю жизнь снится сон, что я летаю по воздуху. А значит, воздухоплавание – это не просто такое слово, а скорее всего отображало прежнюю допотопную атмосферу, давление и плотность которой была заметна выше нынешней. Даже если вспомнить учебник истории, то мы же знаем, что до 1700 года было летоисчисление от сотворения мира. И средневековые карты, когда земля была плоской, показывают нам, что ни на Северном полюсе, ни на Антарктическом круге не было ни снега, ни льдов. А вот чтобы сегодня представить подобный климат, необходимо добавить еще два Солнца – на севере и на юге. В таком случае и паровоздушный купол был бы весьма кстати. Таким образом, мы можем понять, и как велось летоисчисление. Ведь имея круг Земли и три Солнца на нем, это и есть не что иное, как огромные планетарные часы, где Северное Солнце, двигаясь по малому кругу, отсчитывало земные секунды, средние нынешние минуты, а южные – часы. Удивительно, но славянский калаврат и является такими часами, на которых изображено направление движения Солнца по кругам своим. Так называемые круга лет, калаврат, круг жизни и т.д. Алексей Воротилин, автор семи фильмов на канале «Новая реальность» с названием «Мир. Матрица информационного развития», составил расширенное понимание, что такое СОН на основе расшифровки языка программирования реальности. Итак, СОН – это аббревиатура системы образного наполнения СОН. Когда распаковывается информация, то мозг человека пытается облечь образы в примеры из нашей реальности. И у него, у мозга, не всегда получается зацепиться за материальные объекты, которые мы можем наблюдать в современном мире. Для того, чтобы можно было доступно объяснить увиденное, приходится покопаться в артефактах, например, как выглядит наша Солнечная система и вообще любая планетарная система. Сегодня много споров в интернете по поводу формы нашей планеты. Распаковывая образы из своих снов, пришлось обратить внимание на такие загадочные предметы прошлого, как армиллярные сферы. Оказывается, что существуют разные типы армиллярных сфер, например, геоцентрические и гелиоцентрические. Из Википедии. Армиллярная сфера – астрономические инструменты, потреблявшиеся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Она состоит из подвижной части, изображающей небесную сферу с ее основными кругами, а также вращающиеся вокруг вертикальной оси подставки с кругом горизонта и небесным меридианом. Примечательно, что небесные полюсы, названные колюром равнодействия и колюром сенсостояния на греческом языке, то есть на жреческом, или на античном русском, по сути, по моей реконструкции, звучит как колоурос, что означает колоурос – круговое образование локального объема управления развитием операционной системы. Обычно нам говорят, что армиллярные сферы – это символическое изображение небесной сферы с земным наблюдателем в центре этой сферы. Именно сферы, а не купола шатра на плоской земле, то есть еще до Коперника в античной Руси мироздание изображалось в виде сферы с орбитальным движением светил. Нам рассказали, что Коперник уже позже поместил в центре сферы Солнца, то есть он якобы заменил геоцентрическую модель на гелиоцентрическую. Можно предположить, что оба вида армиллярных сфер существовали одновременно, с самого начала их изобретения еще задолго до Коперника. Они показывают нам структуру двух типов планетарных систем – геоцентрическая с Землей, атомным реактором Ар, аршин Арать, Арии, в центре гигантского сферического космического корабля, а гелиоцентрическая с Солнцем, ядерным реактором Яр, в центре гигантской сферы так называемой вогнутой Земли. В такой конструкции внутренняя поверхность сферического космического корабля является местом проживания его обитателей. Так вот, в моих снах эти два вида планетарных систем строились методом выращивания микророботами, то есть микробами, или тем, что сейчас называют нанороботами, микромашинами, запрограммированными на создание из авера, то есть эфира, вещества, уже гигантские шары сферы планеты и Солнца. После постройки эти космические корабли-шары могут отпочковаться от вселенной базы. Но основная масса земель-шаров так и остается пришвартованной в доках вселенского мирового дерева. Вот что такое мировое дерево. Игдрасиль – дерево жизни. Так вот, плавание, то есть витание тех самых шаров в огромном океане эфира Авера и называется словом «гра» – «витация». А образ шаров на новогодней елке – это символ Вселенной с шарами-мирами. Теми самыми космическими кораблями, которые построены микророботами. Схематическую структуру этих миров наши предки и попытались отобразить в различных конструкциях армиллярных сфер. Внутри космических кораблей их жители обычно перемещаются на виманах, «харамах» и «ступах», то есть различного вида летательных аппаратах, сокращенно «ла». А на «вайтмарах» – гигантских космических кораблях – вылетают за пределы шара планеты. Я уверен, что на современных ракетах, которые нам показывают за пределы нашего мира, никто еще из наших современников не вылетал. Но это уже другая история. Похоже, во Вселенной большое разнообразие форм и конструкции миров. Помимо шаров есть еще яйцеобразные миры. Они хорошо описаны в индийских ведах. Там пишут, планеты расположены на невидимых нашему глазу плоских дисках, которые называются мандала – круг. 14 мандал – уровней или этажей Вселенной – нанизаны на невидимый стержень, который называется Вселенской горой Меру. Вся эта арматура Вселенной находится вне диапазона наших чувств. Но без этих тонких конструкций очень сложно понять, на чем здесь все держится. Я уточню, словом «вселенная» в ведах, на мой взгляд, называют отдельно взятый космический корабль – яйцеобразный мир с этажами-палубами и отсеками-локами, то есть локациями. Мой сын из своего сна описывал многоярусную планету в металлических панцирях наподобие матрешки. Эти панцири-скорлупы насквозь пронизывают цилиндрический тоннель, соединяя все ярусы уровней. И в этот гигантский тоннель легко проникают большие летательные аппараты. Мне почему-то на ум сразу пришла скульптура под названием «Золотой земной шар в Ватикане». Этот шар с шариком внутри якобы символизирует космос – внешний шар и планету Земля – внутренний шарик. Хочу заметить, что эти сны мой сын рассказывал мне, когда ему не было еще и пяти лет, и он еще не видел «Звезду смерти» и «Звездных войн», а про скульптуру в Ватикане он узнал только недавно и от меня. Он часто рассказывал после пробуждения о том, как он управлял космическими кораблями, был исследователем и посещал многочисленные планеты и миры. Конечно, по всем этим снам невозможно воссоздать то, какими были прошлые цивилизации. Это не тот инструмент познания, но они вполне годятся для того, чтобы расширить свой кругозор и перестать циклиться на навязанных образах устройства нашего мира. Напоминаю, что загадочные истории, связанные с темами на канале, а также артефакты, вы можете присылать на e-mail, указанные в закладке о канале.